приветствую друзья сегодня буду делать сравнительный тест двух аккумуляторов литиевого и кислотного на 72 вольта 20 ампер-часов эти аккумуляторы будут установлены и подключаться по очереди вот к такому китайскому скутеру обзор на канале у меня есть на этот скутер мотор колесо напомню 1.2 киловатта установлен сзади в колесе вот такой вот литиевый аккумулятор собрал на 72 вольта 20 ампер-часов из элементов sony установлена плата bms до 40 ампер на этот мотор она с головой теперь друзья самое главное хочу сделать сравнительный тест двух аккумуляторов кислотных которые установлен вот там вот внизу в коробках на 72 вольта тоже 20 ампер и посмотрим какие же из этих аккумуляторов предпочтительнее вообще для электротранспорта и для данного электроскутера в частности ну что приступим и так литиевый аккумулятор снят вот от него разъем сейчас подключен только кислотный аккумулятор включаю автомат включить подключение кислотного аккумулятора включил вот как видите литиевый аккумулятор расположен внизу он не подключен включаю замок зажигания и смотрим какое показывает напряжение так если вам видно должно быть видно так в нижнем левом углу напряжение 80,8 вольта хотя аккумулятор заряжен полностью полный заряд напомню 88 вольт на зарядном но это напряжение достигается и напряжение на кислотном аккумуляторе просаживается вот до 80,8 вольта так что уже идет как бы ну зарядное устройство отключается на 88 вольтах когда его отключили напряжение просело до 80,8 и так поставили скутер на заднюю подножку колесо земли не касается колесо вывесили вот сейчас я хочу показать как на кислотном аккумуляторе просядет напряжение и и так напряжение ну практически 80 вольт если видно 79,8 ручку газа ручку газа кручу на полную смотрим насколько просядет напряжение 79,4 вольта просело напряжение 78,8 то есть напряжение просаживается на 2 вольта так это на первой скорости включаем третью скорость включили третью вот напряжение как видите уже просело чуть-чуть растет 79,4 даю полный газ на полной скорости 77,8 просело напряжение скорость 57 итак друзья увидели что напряжение просело колесо вывешено вывешено больше чем на 2 вольта сейчас то же самое повторим с литиевым аккумулятором и так подключили литиевый аккумулятор вот видите литиевый подключен кислотный отключен сейчас все то же самое попробуем с литием так включаем итак друзья напряжение 86,8 вольта практически полное напряжение напряжение заряда напомню что полное напряжение зарядки 88 вольт но я на нем проехал может быть пол километра и напряжение конечно же просело теперь то же самое даю полный газ на полной скорости смотрим насколько просядет напряжение напряжение практически просело на две десятых вольта 86,4 отпускаем ручку газа смотрим 86,4 как было так и осталось даю еще раз полный газ вот полный газ даю вот немножко вибрации 86,4 напряжение не уменьшилось не уменьшилось вообще напряжение друзья отсюда первый можно сделать вывод что это колесо вывешено то есть потребление не максимальное даже на полной скорости а напряжение уже на кислотном аккумуляторе проседает на 2 вольта это очень плохо на литиевом аккумуляторе напряжение не просело вообще это значит что плотность энергии литиевого аккумулятора значительно выше не говоря уже о том что напряжение полного заряда выше вот отсюда можно сделать первый вывод так теперь попробуем максимальную скорость в движении на литиевом и на кислотном аккумуляторах поехали максималка на литий 59 итак друзья сейчас будем измерять максималку на кислотном аккумуляторах перед этим мы увидели максималочка на литиевых сейчас максималка на кислотных поехали напряжение просело сразу друзья и 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 так друзья вот мы и произвели сравнительные замеры скорости на литиевом и на кислотном аккумуляторе как видите однозначно кислотный аккумулятор проигрывает по всем параметрам и просаживается сильнее напряжение у него на максимальной скорости при просадке напряжения при одинаковой емкости литиевого и кислотного аккумулятора проезжаешь на литиевом аккумуляторе гораздо больше скажу так что на литиевом на данном скутере я проезжаю 60 километров на кислотном я проезжаю 40 километров и заметно что на кислотном когда заканчивается заряд скорость падает на столько ну где то около 12 там 10 километров в час на литиевом когда уже падает напряжение до 15 где то процентов то скорость все равно больше где то около 20 22 километров в час то есть однозначно если стоит выбор ставить кислотный или литиевый аккумулятор на электротранспорт будь то электроскутер или электровелосипед однозначно нужно выбирать литиевые аккумуляторы вот такой вот обзор сравнительный надеюсь он вам поможет в выборе все всем спасибо всем удачи стоит так так вот